Фьючерсы биржи США указывают на повышенное открытие торгов во вторник. Трейдеры руководствуются экономическими данными и строят догадки о том, будет ли Федрезерв повышать ставки в июне. Уровень личных расходов увеличился на 1% в апреле, что является самым большим скачком за 6 лет. Личные доходы также увеличиваются. Прирост составил 0,4%. Чикагский индекс покупательской способности PMI и ожидания потребителей в мае выйдут позднее. Доллар США колеблется, курс евро и доллара США на 0,16% выше. Соотношение валют 1,1154 пункта. Фунт селлингов по отношению к доллару США на 0,13% выше. Курс валют составляет 1,4645 пунктов. Пара доллара США и японской иены снизилась на 0,04%. Текущее значение – 111,19 пунктов. В центре внимания аналитиков пара американского и канадского доллара. Валюта играет на повышение. RSI-фактор пересек снижающуюся линию тренда. Долгосрочные позиции сегодня будут выше линии поддержки на уровне 1,3 пунктов с отметками 1,31 пункт и 1,3135 пунктов. Драгоценные металлы подвержены негативным тенденциям. Золото ограничено снижающейся линией тренда, образовавшейся 20 мая. Потенциал роста, скорее всего, будет ограничен линией сопротивления на уровне 1,217 пунктов. В продолжении дня краткосрочные позиции будут ниже линии сопротивления со значениями 1,199,5 и 1,190. Серебро подешевело на 1,47% и составит 16,03$ за тройскую унцию. С вами была Евгения Мангуби, специальный для Trading Central Web TV.